Неделя перед Рождеством по традиции Православной Церкви достаточно строгая. Она строилась по примеру Страстной Седемицы Великого Поста. Начиная с 1 января в пище происходит некоторое ограничение. Из трапезы удаляется рыба, остается только горячая с маслом и горячая без масла. То есть пища, которая была приготовлена без употребления растительных масел, естественно, животные не используются вообще. Эта неделя, время подготовки, самый ответственный момент подготовки к празднику Рождества Христова. На Руси раньше эти дни люди старались прийти в храм, поговеть, помолиться, попаститься побольше, чтобы с радостью и веселим встретить праздник Рождества Христова. Накануне Рождества, это 6 января, называется день этот сочельник, накануне Рождества. В этот день особо торжественная служба. Там читаются царские часы. Это часы, на которых приходила обычно царская семья. Они особо торжественные, очень праздничное богослужение. Оно немножко растянуто по времени, но особо торжественная служба. Повторяется она только раз в год. Сам праздник Рождества во всех храмах Русской Православной Церкви, в частности нашей Симбирской епархии, вечером совершается богослужение в 17 часов все ночные бдения. И в ночь с 6 января на 7 января совершается праздничная божественная литургия. Это венец нашего поста. Это время, когда мы приходим и радуемся, веселимся вместе с родившимся Христом и с ангелами. В этот день храмы украшаются красивыми вертепами, в которых изображена сцена Рождества Христова, где предстоят Иосиф с Марией, предстоят волхвы, которые принесли дары родившемуся Христу. Вот таким образом дни перед Рождеством, тем более, что обычно эти дни у нас выходные в государстве, то есть у нас многие отдыхают. Если возможность есть, обязательно нужно посетить вот эти богослужения. Рождественский сочельник и само Рождество Христово. Для тех, кто нет возможности прийти ночью, обязательно в больших многоштатных приходах в нашем Германском соборе, в Вознесенском, в храме Неополимой Купины, всегда есть утром божественная литургия в 9 часов для тех, кто не смог прийти ночью. Вот такие богослужения нас ожидают в рождественские дни накануне за неделю и в сам праздник Рождества. Рождество Христова Рождество Христово